Доброе утро, уважаемые трейдеры! Общие итоги, которые в целом можно подвести по той динамике, которую мы видели вчера, это ослабление рисковых инструментов. Совершенно очевидный факт, мы видим, как сыпятся все рисковые активы, но не то, чтобы сыпятся, но потеря нескольких десятков пунктов, на мой взгляд, это тоже для нас победа, особенно в свете того, что долгий период времени мы наблюдали совершенно обратно. Американская валюта. Если бы не текущая азиатская сессия, тоже находилась бы на уровнях, которые далеки от каких-то чрезмерных опасений. К сожалению, сегодня на азиатской торговой сессии мы увидели, как американец против иены провалился. И забегая вперед, хочу сказать, что не нужно искать причин в каких-то слабых макроэкономических отчетах, которые повлияли на решение или могут еще повлиять решение ФРС по поводу процентных ставок и, соответственно, сокращением баланса. Я связываю то, что происходит сейчас в целом в динамике пары доллар-японская иена с повышенным спросом на японскую валюту как защиту. И старался найти какую-то причину, чтобы объяснить этого. Кроме как землетрясения в Китае и очередные, скажем, словесные перепадки между США и Северной Кореей, наверное, более других обстоятельств новостных и нет. Это лишь временные такие форс-мажорные сообщения, новости, факторы влияния на активы. Они очень быстро сходят на нет с рынка. Тем более, что мы помним, для данного дуэта активов у нас есть еще триггер мощный. Это статистика по инфляции. Мы с вами ждем инфляции в США. Это отчет, который выйдет в пятницу. Прогнозы пока остаются для покупателей доллара, для оптимистов на положительной территории, потому что не корректируется, как и, собственно, в начале этой недели ожидается прирост показателей на 0,2%. За этой статистикой мы, собственно, тоже будем следить. К доллару вернемся еще. Давайте сначала поговорим про нефть. Клосс вчерашней торговой сессии 51,86. Сейчас инструмент торгуется на отметке 51,92. Вторая сессия подряд, когда котировки нефти снижаются. И в этот раз мы смогли с вами преодолеть поддержку 52 доллара за оплату. Причина скепсиса, который присутствует в ходе вчерашних торгов, мы с вами связывали этот скепсис со статистикой по росту экспорта поставок со стороны ОПЕК. Напоминаю, что экспорт вырос на 370 тысяч в сравнении с июнем. Добыча в Штатах находится тоже на максимальных значениях за этот год. Я думаю, что динамика будет выдержана в этом же ключе и прирост производства нефти сохранится. Но, наверное, все-таки более важным локальным фактором, который повлиял на настроение, это рыночная осторожность. В преддверии подведения итогов встречи технического комитета в Абутабе, встреча должна была закончиться вчера, и, соответственно, вчера должны были появиться еще итоги. Но вот пока что их нету, я старался перелопатить буквально все сводки, каких-то действительно тезисных моментов, к сожалению, друзья, не нашел. Может быть, что-то упустил, хотя вряд ли, может быть, вы обладаете информацией по этому поводу, то, пожалуйста, поделитесь ей на канале на YouTube. Хотя я думаю, что информации действительно пока что еще не было, и она появится сегодня, а ближе к, возможно, даже европейским оторгам. Осторожно, с чем связано? Трейдеры понимают, насколько это событие важно для перспектив нефти, и поскольку до сих пор нет конкретных, опять же, итогов, нет конкретики, нет возможности проявлять активность, поскольку, соответственно, непонятно, как поведет себя рынок, и неясно с горизонтами даже как косочной торговли, куда можно будет двинуть, собственно, дальше. Напомню, что встреча мониторингового комитета ОПЕК – это очередная встреча в этом году, и, собственно, цели, как и раньше, это попытка найти дополнительные пути по восстановлению баланса на рынке нефти, баланса между спросом и предложением. Есть версия, что попробуют убедить Ливию принятую к соглашению, но пока это лишь версия. Ливию пытались уже ранее также приобщить к аналитическому пакту, но у Ливии тоже есть, скажем, ориентиры по добыче, собственно, так же, как и у Нигерии, до достижения которых ограничивать производство ливийского государства также не собирается. Напоминаю, что Ливия и Нигерия, они сейчас по-прежнему участвуют в аналитическом пакте. Важность события, именно важность итогов встречи этого комитета технического, она была даже подтверждена в рамках вчерашней торговой сессии, поскольку рынок полностью проигнорировал факторы, которые могли бы стать поддержкой для нефти. Это сообщение Саудовской Аравии о том, что они готовы ограничить экспорт не только в США, вы помните, мы об этом говорили с вами неделю назад, но еще и в азиатские страны примерно на 10%. Это уже больше, чем предполагаемое ограничение экспорта на август в пределах 6,6 миллионов. То есть Саудовская Аравия действительно травит эти вот новости, пытается, возможно, поддержать рынок нефти, но пока это не удается. Ну, наверное, потому что мало говорить, нужно еще следовать делам за словом. Саудовская Аравия сезонно обычно в этот период снижает экспортные поставки из-за высоких показателей внутреннего спроса. Сохранит ли она эти уровни и дальше, это тоже большой вопрос. Я пока, да и в принципе, не ставил бы на Саудовскую Аравию как тот самый регион, который будет, собственно, тащить котировки нефти вверх, потому что, ну, вряд ли это действительно случится. Ну, и плюс ко всему, еще одна статистика по АПИ была вчера поздним вечером в 23.30 по московскому времени. По данным уже мы можем говорить о снижении запасов, серьезное снижение на минус 7,8 миллиона. Очень сильно контрастирует и с прогнозом, который был на отметке 2,2 миллиона, и с прошлым значением там вообще не деля. Ранее был прирост полтора миллиона. Но трейдеры, собственно, на эту статистику не отреагировали, никак рынок нефти находился под давлением. Мы видели, как бренды WTI снижались и даже нарисовали технические такие дневные свечки, которые предваряют возможность продолжения вот этого нисходящего тренда. Сегодня выйдут официальные данные в 17.30 по московскому времени. Как и всегда, по традиции, запасы и объем добычи нефти в США. Поэтому к этому времени уверен, что будут уже и конкретные итоги совещания, заседания ОПЕК, которое прошло в Удабе. Если ОПЕК не нашли пути более скорой реглантировки рынка, и если мы, как и недели ранее, получим еще один сигнал того, что производство нефти в Штатах увеличивается, и уже достигло примерно показателя в 9,5 миллиона, ну тогда, друзья, у нас будет возможность с вами дальше ставить на селл и уже смотреть, наблюдать и констатировать продолжающееся снижение котировок нефти в район 50 долларов за баррель. Рубль 59,85, я думаю, что по мере движения нефти в район 50 долларов за баррель российского валюта тоже проявит слабость, и 60 – это уже такой уровень отправных дальнейших тенденций. Я думаю, что эта тенденция будет связана с девальвацией, как мы с вами предполагали ранее. Доллар японская иена. Вчера, друзья, мы видели локальный максимум по этой паре выше отыдки 110.70, уже претендовали на то, чтобы добраться до уровня 111 иен против доллара. Это было в соответствии с нашими ожиданиями, потому что мы до сих пор верим в резонанс пятничного отчета по Non-Farm Parals, верим, как он повлияет на позицию ПРС касательно сокращения баланса, и станет аргументом для третьего в этом году повышения процентной ставки. Вчера локальный еще у нас была поддержка в виде отчетов, на которые мы обычно не обращаем внимания, но сейчас, я думаю, что стоит обращать внимание на все данные, которые входят в штатах, поскольку каждый из них – это компонент, сигнал о том, насколько хорошо чувствует себя экономика, и потенциальный сигнал для ПРС, чтобы поддерживать, продолжать подогревать рынок к идее продолжения, собственно, более жесткой монетарной политики, которая, в принципе, уже начата. Индекс оптимизма малого бизнеса вырос, сильнее ожиданий, количество вакансий по отчету Джобс без учета сельскохозяйственного сектора – 6,16 миллиона против прогноза 5,77. Я думаю, что не будет ошибкой, если мы даже будем констатировать, что показатель 6,16 – это чуть ли не один из самых рекордных показателей, собственно, за весь 2017 год или даже больше. Эти данные позволили индексу доллара выкарматься с минимальных значений. Мы видели, как и росли трежерисы, и доллар стал активно, собственно, набирать высоту. Но вот этот как раз рост доллара уже на ближе к закату европейской торговой сессии резкий рост доллара по факту этих отчетов стал причиной такого же резкого обвала котировок евро. Но вот после того, как, собственно, в пару доллар японской иены вмешался другой новостной фонд именно в динамику иены, я уже, в принципе, отметил это, сообщение о землетрясении в Китае и новые угрозы, взаимные, кстати, угрозы по проявлению какой-то агрессии военной силы между США и Северной Кореей, они немножко, собственно, снизили интерес к рисковым инструментам и снова направили часть капитала в защиту. Ну, здесь, прежде всего, речь идет о японской валюте. И подтверждение то, что был спрос на защиту, еще можно найти в спросе на швейцарскую валюту, на франк, потому что пара доллар-франк вчера тоже снизилась примерно на 60-70 пунктов. Золото у нас также выросло и сейчас находится на отметках 1265 долларов за тройскую унцию. Есть еще один аргумент, но я думаю, что не стоит его транслировать в дальнейшую динамику, поскольку это так для, скажем, оценки общего новостного фундамента, но не для формирования каких-то инвестиционных идей. Это комментарии заместителя управляющего банка Японии и УАТ о том, что, возможно, следует начать сворачивать действующие экономические стимулы еще до достижения цели по инфляции в 2%. Но мы уже много слышали и подобных, и совершенно других комментариев по поводу перспективы политики Банка Японии. Знаем то, что сам Курадал, в принципе, поддерживает эти экономические стимула, поэтому думаю, что можем спекулировать относительно перспективы именно японской монетарной политики на том, что вектор меняться не будет. По доллару японской иене, друзья, у нас очень многое будет зависеть от того, насколько трейдеры охладеют, насколько быстро охладеют к тому фундаменту, который провоцирует на защиту, и снова вернуться к статистике, которая уже, в принципе, создает хорошие условия для роста доллара. И я надеюсь, создаст еще больше оснований уже по итогам завершения недели, когда мы с вами проанализируем пятничный отчет по инфляции. Европейская валюта, как я уже отметил, рост доллара, который мы видели вчера, стал причиной резкого ослабления евро. Котировки на текущий момент 1,1732, то есть еще минус 60 пунктов со времени нашего вчерашнего брифинга. В соответствии с нашими ожиданиями никаких парадоктов сейчас не происходит, евро возвращается к своему справедливому значению. Почему? Потому что для этого уже было очень много сигналов, касающихся чрезмерной перекупленности главного валютного риска, и на основании тех проблем, которые дорогая валюта начала создавать уже, и для показателей инфляции как ориентира Европейского центрального банка, и для показателей капитализации компаний еврозоны, которые ориентированы на экспорт. Вот, кстати, про этот показатель отдельно сейчас можно поговорить, поскольку вчера вышла статистика по торговому балансу в Германии, так вот за последний месяц, как раз в тот период, когда мы с вами говорили о резком росте европейской валюты, экспорт снизился на 2,8%, а с прошлого роста на 1,5%. Еще сегодня обратил внимание на комментарии Bank of America, которые предложили оценку собственных позиций, видения рынка, и отметили то, что позиционирование на рынке евро начинает активно меняться. Они лично подтвердили тот факт, что даже хедж-фонды уже начинают продавать вот это ралли, которое состоялось по европейской валюте. И правильно делают, потому что сейчас на рынке возвращаются прежние фундаментальные факторы, начиная от того, что евро против доллара – это контраст монетарных политик, и соответствующие блага для доллара и проблемы для евро, учитывая спред доходности между немецкими облигациями и трежерис. И заканчивая разговорами о том, что европейский центральный банк и не думает по-прежнему, чтобы выходить из экономических стимулов. Фунт против доллара, друзья, здесь стоит немножечко задержаться на этой валютной паре, потому что вчера мы тоже очень много времени уделяли этому активу. Все нормально, фунт снижается, как мы сами предполагали, но фунт фундаментальный изменился. Вчера мы с вами говорили и обсуждали тему, связанную с очередным, даже не очередным, а выплатами, которые должны были быть проведены английским проектом перед еврогруппой. И сумму, которую обсуждали, в 40 миллиардов евро, со ссылкой, опять же, на источник Санды Телега, это, собственно, английское издательство, одно из ведущих, там были сообщения о том, что Англия подтвердила, что правительство Англии и Тереза Мэй готовность произвести этот транш, поскольку считают то, что именно он, только он, как единственный фактор, позволить взвести ситуацию с мертвой точки и вывести ситуацию с тупика, в которой вообще передовольский процесс по Брэкзиту оказался после первого тура переговоров в прошлом месяце. Я, в принципе, тоже озвучил вам позицию, которую навязали рынку, это тем более, что было в соответствии с нашими ожиданиями наличие фактора для слабости бетанца, но, как оказывается, трудности на пути переговорческого процесса гораздо более серьезные даже, чем мы предполагали, потому что вчера правительство Англии через, собственно, скажем, первые источники сделало заявление о том, что проверил, собственно, эту информацию, никаких подтвержденных платежей еще не было и 40 миллиардов считается очень высокой суммой, с которой Тереза Мэй не согласна. После этого, друзья, сразу хочу обратить ваше внимание на данные опроса доверия в отношении Терезы Мэй о том, как вообще сейчас реализуется тактика переговоров по Брэкзиту. Так вот, недовольство срастает, поскольку сейчас уже составляет 61%, 61% англичан не согласны с тем, как идет переговоры Терезы Мэй. Очень сильно контрастирует показатель с тем, что мы видели месяц назад, то есть в июле 56% еще сильнее с июньским вопросом, тогда 46%. Вы считали то, что курс нужно скорректировать и изменить. Помимо того, что у нас в центре остается обсуждение по Брэкзиту, вот эти постоянные недопонимания, очень серьезные камни преткновения, несогласия по многим направлениям. Не забывайте то, что против фунта будет действовать еще пересмотр прогнозы экономического роста. Это мягкая монетарная политика, потенциально сильный доллар. Поэтому по паре фунт-доллар мы с вами уже находимся на отметке ниже уровня 1.30. И жмем фунта дальше, потому что нам нужны значения ниже. Это как минимум отметка 1.27. Доллар канадец. В неделю текущая явно свидетельствует о том, что канадская валюта растеряла импульс роста. Сейчас уже не стоит спекулировать на неизбежном дополнительном ужесточении политики до конца этого года, поскольку даже если это случится, это уже полностью учтено о ценах. Канадец доказал то, что больше сейчас обращают внимание на поведение доллара и, соответственно, нефти. А про первому и второму фактору, влияющему на канадца, то есть доллар и нефть, у нас с вами абсолютно однозначные ожидания. Это рост американца и слабость нефти. Поэтому доллар канадец мы с вами тащим вверх к уровням 1.27-1.28 как минимум. Также не забывайте, что с 16 августа состоится, точнее будут начать переговоры по торговому соглашению НАФТО, в которых будут принимать участие, разумеется, страны Альянса, Североамериканского Альянса, Мексика, Соединенных Штатов Америки и Канада. Мы с вами говорили про условия пересмотра НАФТО еще месяца 2-3 назад и помним, как канадец, когда эта тема активно обсуждалась, болезненно реагировал на все, опять же, задатки этих изменений. К этому негативу мы вот-вот уже вернемся и, соответственно, будем рассчитывать то, что этот фундамент станет дополнительной поддержкой для нашей длинной позиции по USDCAD. Но это для тех, кто уже торгует канадцем, для тех, кто еще ищет уровни, продолжайте их искать, потому что я пока все равно советую воздержаться от торговли с текущих значений и советую подождать больше, скажем, триггеров, больше факторов поддержки для нашей позиции. Например, вернуться к этой паре можно будет только после того, как по бренду мы окажемся ниже 50 долларов за баррель. По австралийцу пару слов. Австралийцы находятся под давлением, так же, как и новозеландская валюта, тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Из интересных последних событий в Австралии стоит отметить вот комментарий, которым буквально несколько часов заместитель управляющего резервного банка Австралии, Кристо Перакента, который отметил то, что дальнейший рост, ну, я думаю, что он подразумевал, рост пары австралийц против доллара выше отметки 0,8, стоило бы экономики не меньше, чем 0,2-0,3 процента. Мы тоже говорили про риски, которые имеют место быть в случае для инфляции, кстати, для экономического роста дальнейшего укрепления обменного курса. Ну, хорошо, то, что сам Австралийц образумился и, собственно, сейчас снижается. Я думаю, что можно толкать дальше пару. За вчерашние торги мы потеряли еще около 50 пунктов. На отметке 0,7871 сейчас находимся. И идем в район 0,78. Друзья, из важных событий сегодня давайте посмотрим на данные по рынку недвижимости. В Канаде 15.15 отчет выйдет в 15.30 производительность труда в Штатах, в 17.30 запасы нефти и в 0.00 часов, 0.00 минут, переходе уже со среди на четверг, резервный банк Новой Зеландии, пересмотрит процентную ставку. Мы, помните, предполагали то, что ее оставят на неизменном уровне 1,75 процента, особенно в цвете пересмотренных ожиданий по росту инфляции. Это может стать очень мощным фактором для ослабления новозеландского доллара. Соответственно, событие ночное, завтра во время брифинга мы вернемся. И завтра, с вашего позволения, давайте еще коснемся одного инструмента, который мы раньше не охватывали. Это то, что происходит с многим, либо даже всем известным криптовалютами. Нас интересует биткоин после раздела. И именно после старта, скажем, двух протоколов, которые сейчас провоцируют волатильность, которые по биткоину мы не видели очень давно, в частности. Только за последнюю неделю рост биткоина превысил 20%. А если мы посмотрим на укрепление в перспективе прошедшего месяца, то биткоину удалось удвоить, собственно, фокализацию практически вдвое. Но завтра к этому повернемся. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что все вопросы вы можете оставлять на канале на YouTube. Не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Всего доброго. До свидания.